Аплодисменты Это именно то, с чего вообще в принципе все начинается. Также у нас есть вопрос вообще функции ландшафтного дизайнера или ландшафтного архитектора, или как можно назвать его, идейного вдохновителя. Потому что, конечно, понятно, что многие из вас не ландшафтные дизайнеры, но они могут стать идейными вдохновителями. Но самый главный вопрос в том, что нужно понимать, на что можно вдохновлять и как можно вдохновлять. Поэтому я сегодня отобрала именно, знаете, с упором, наверное, на наш примерно миллион, те тренды, которые... Это вообще мировые тренды. Но это то, что можно, скажем так, приладить в нашу сибирскую жизнь. И я вам скажу очень много чего интересного, того, что даже вот, думаю, что вы, может быть, даже не понимаете, не представляете еще пока. Вообще я на самом деле путешественник, я путешествую по всему миру. Путешествую по садам. У меня есть авторские садовые туры. Я ландшафтный дизайнер по образованию ландшафтный архитектор. Поэтому я сразу могу сказать, что у меня тут будут примеры разные. Но я, в общем-то, взяла еще примеры наших соседних городов. Потому что, понятно, Швейцарию я вам покажу. И все скажут, ну, понятно, это Швейцария. Но, кстати, я очень можно эту тему приложить даже на наш Омск. Это будет очень интересная история. Но я взяла несколько соседних городов наших. И, конечно, на фоне вот этого, того, что я вижу в соседних городах, а почему там люди это могут сделать, а мы, вообще непонятно, да? Ну, в общем, сейчас мы с вами посмотрим. И все это у меня обрамлено. То есть в каждом тренде будет где-то встречаться, то есть наслоение одно там и другого, несколько, может быть, моментов. На сегодняшний день первой темой такой, какой-то такой основной. Нормально смотрится. Основная такая. Я думаю, что вы с этим уже все столкнулись. Я это уже уверен. Эта тема вообще, тренд для этого вышла из архитектуры. Она вышла из интерьера где-то. То есть мы сейчас идем к чистоте линей. Это не то, что модно. Да, это модно. Но когда мне заказчики спрашивают, что французский сад уже не моден. Французский сад моден, если он вам нужен, да, если вы его можете списать. Вопрос не в этом. Но на самом деле в мировой тенденции, в мировой тренде, в мировой тренде является сад минимализм. То есть это прямые линии, да. Я думаю, все понятны. Если, знаете, если кому-то что-то непонятно, вы меня сразу спрашиваете, я объясню подробно. Потому что мне кажется иногда, что, может быть, все сильно понятно, да, может быть, кому-то не так понятно. То есть мы работаем уже, посмотрите, чем я считаю, что эти сады мне, в принципе, они очень нравятся. Я их уже, я вообще работаю с частными заказчиками в Гонске. Вот, и часто у меня заказчики такого уровня, что там не то что с фотоаппаратом, с телефоном нельзя запрещено. Ну, то есть снимать, съемка запрещена. Вот, но как мы эту стилистику вообще можем приложить в самый, там, не знаю, в обычный жилой двор? Каким образом? Здесь мы работаем уже с минимальным количеством растений, но мы идем в геометрию. Мы идем в какой-то декор. Вот, я не знаю, если есть там даже молодые ребятишки, кто учился в художественной школе, да они элементарно сейчас такой сад наваяют в этой стилистике вокруг своего дома. Понимая просто, что на самом деле эти сады можно создать, не знаю, вот центральная картинка, да, там какие-то мхи растут и туя какая-то по центру. А представьте, а сад уже сложился, все, больше ничего не надо. Вечером включили подсветку, боже, туда пойдет весь город. Вот, поэтому, в принципе, на мой взгляд, вот этот тренд, он, конечно, понятно, что он тоже есть финансово емкий. Как, например, там, ну тут вообще геометрия одна сплошная, вообще ни одного растения. И, в принципе, он тоже это интересное пространство. Ну, и также можно это сделать, на мой взгляд, реализовать очень финансово, не так уж и затратно, то есть в наших реалиях. Вот, опять же, следующая картинка, тоже черно-белый, который вариант. Это городское решение, но это скандинавская страна. Это городское решение просто, причем, вот нет рядовой посадки, там, неважно чего, да, там, елок или туи, там, еще берез, чего-то. Просто сосны, и просто они редко находятся, их там, не знаю, 10 штук на километр, вот. Но все решено мощением. Просто добавлена линия, просто идет сплайм, и все. Ну, то есть, вот этот минимализм, который мы сейчас идем, и на самом деле, когда вы начинаете, например, сад рассматривать, пустите на минимализм, вы только потом вдруг начинаете понимать, а здесь же всего 10 растений, или, а здесь же всего, там, не знаю, там, 3 вида растений. Вот, поэтому, в принципе, для, ну, то есть, здесь нужно понимать структуру, да, вот, я не знаю, если есть художники, то это графика. Это графика, которая выступает, ну, первых, план выходит, да, поднимается, а растения уже идут в поддержку вот этой теме. Вот, опять же, тут немножко посложнее. Нижняя картинка, это, вот эта вот, это Бергамо в прошлом году, выставка, даже такая ландшафтная конференция в Италии, город рядом с Миланом находится, труп один из Бергамо, который, да, ну, это Бергамо. Вот, и, в принципе, оформление всего пространства было изумительным. Были просто вот эти шары лаконичные, которые не имеют отношения вообще к растениям, и какие-то капки, редкие капки с растениями, всё. И вот это пространство, вот это верхнее, центральное, это тоже, а то даже, это такие маленькие кусочки зелёного пространства. Было ощущение, что ты находишься непонятно, то ли ты в городе находишься, то ли ты находишься в каком-то комнате-сад. И когда мы, получается, что у нас сейчас такая тенденция, когда, она двоякая такая-то, как, знаете, петля. То есть у нас сейчас интерьер вышел в сад, а сад заходит в интерьер. Ну, про интерьер мы сейчас не говорим, да, это другая тема, тоже очень интересная, когда мы выставляем, заводим сад прямо в жилое пространство. Вот, а здесь наоборот, здесь, получается, интерьерные решения выходят в сад. И когда вы добавляете, я просто сама ещё интерьерщик, и я увидела этот момент, когда я в саду начинаю добавлять интерьерные решения, садовникам обычным им сложнее, потому что они не умеют мыслить как интерьерщики. А когда ты как интерьерщик начинаешь мыслить в саду, получаются уникальные какие-то вещи, и люди на самом деле не забывают, что они находятся в саду, а такое ощущение, что они находятся в каком-то таком неожиданном пространстве, очень приятно и опять же повторюсь не всегда финансово емко вот даже вот это мне очень нравится например вот это решение с забором да на самом деле здесь что работает бетонная залитая машина боже ну элементарно вообще вот мне как-то проще вообще ну не придумать а супер решено папоротники все больше ничего значит следующий такой тенденция это прямо тенденция является у нас сейчас это придание национального характера то есть здесь я вообще сейчас вам показываю японские восточные сады потому что это то сейчас так трендово дальше сообщится модно очень духовно развиваться я не просто самая тема но на стране существует есть один специалист и я считаю самый лучший специалист он учился сам в иконе александр завоконников он сам живет в ростове но работ по всему миру вообще и работает также не наших соседей у тюменцев он делал сад так вот он говорит что японский сад это ницу кубай то есть это ну это целая конечно философия не знаю насколько это вообще в принципе вам интересно или нет но самое интересное что заметила куски вот этих японских восточных не будем говорить японский до восточных садов мы с вами встречаем везде вы приедете в центральную флоренцию вы поднимется на пиаса микеланджело и что вы там увидите обалденный японский сад а выполнены кстати самими японцами там по договоренности через министерство там в общем все очень сложно но действительно казалось вы поэтому эта тема она как была на самом деле этот тренд уже очень давний вообще мода на восток да такая очень давний но она идет и крепнет и очень хорошо переживается в нашей сибири сейчас вы сейчас не скажете да какой японский сад мы в сибири находимся и вот сейчас я вам покажу вот это вот это тюмень я рекомендую всем кого есть возможность сели на поиск ночь поспали утром проснулись приехали в тюмень и прогулялись по роскошному саду это изумительное пространство которое вот создал александр толокотников человек совершенно нелюдимый жутко всех боящийся людей но изумительный талантливый товарищ вот вот это все работы это представляете то есть что здесь интересно и вообще тоже это еще один тренд такой тренд внутри тренда куда бы мы не приехали в другую сторону мира на сегодняшний день это только у нас где-то уже на периферии еще экзоты лепят растения да сейчас говорю все понимают тут экзоты ну грубо говоря объясню тебе грубо говоря какие-нибудь знаете боги купленные магнолий цветущими мы значит скупать я на это смотрю знаете в обе попадаю смотрю на это все плачу на кассе какую-нибудь женщина уже нас разводы ругается потому что стоит сумма вот такая тележка вот такая а я понимаю что развод будет потому что умрет 2 3 это тележки это в лучшем случае как обе это неплохо я на самом деле сама покупаю обе для клиентов своих растений люблю вообще на распродаже это делать у меня ни одно растение не было просто надо понимать что обе грузят на всю страну одним ассортиментом там никто не парится поэтому мы должны понимать с вами что нам попадает для третьих ассортимента того который у нас в принципе жить не может не будет у нас и бороться за какие-то растения если вы конечно ботаник у меня был один сад есть один сад сам я считаю лучший это коллекционный сад растений там количество растений он маленький всего лишь две сотки две сотки а количество растений на нем две тысячи в общем было но там надо понимать заказчиков хозяев они это просто вот мне такое ощущение что они прошлой жизни то ли может быть до этого были японцы я не знаю вот но это понятно люди то есть это цель целенаправленно люди шли на это они это сделали они это поддерживает в удивительном состоянии французы не верят что это фран у нас вообще в сибири вот у нас там на 200 как там реализован там очень весна там зонирование зонирование геопластика работает то есть огород у нас есть ну то есть это он действительно очень такой необычный это один проект и клиент конечно каждый раз муж конце осени говорит ну на следующий год возьмем помощника там же там две сотки всего лишь возьмем помощника я говорю да без проблем помощника дадим но у нас уже помощники не настолько образована супруга которая знает эти кондиционные растения и так далее и так далее поэтому возвращаясь на на сегодняшний вот смотрите да японская история казалось бы вообще не наша сибирская внешний вид все сохранено растения тюмень там еще холоднее чем у нас и кстати это питомник я не знаю кто-то знает питомник нет питомник астр рассказывать питомник астрова руководитель маргарита архича молодая такая дама она 17 лет уже обладает этим питомником 14 лет 18 соток питомник ой 18 гектаров 18 гектаров питомник и на базе твоих питомника они позапрошлом году начи закладывать статами там есть кусок сада что там с розами связано еще с чем ибо она на или вообще специализируется на самом деле вся москва засажена это ее ивами поэтому вот пожалуйста ассортимент и у них весь местный ассортимент они не продают ассортимент закрытой вернее вся закрытая корнева идет но все из открытого грунта на волосы тюмень вот это его же сад но только в ростове этого же автора и только ростов мы должны понимать да что ростов на новочеркасск на самом деле рядом там немножко ассортимент уже будет другой уже виде например его которые у нас не буду так себя вести как вы там ведут я просто это вижу но тем не менее представляете то есть японцы плачут над этим садами но он действительно один я бы сказала честно сказать что самый лучший вообще ну не буду так говорить один из самых лучших в нашей стране а следующим трендом является момент так называемая тоже очень нам удобная вещь нетронутая природа то есть но вообще-то сделать трудно честно сказать нетронутая природа что это такое то есть это имитация естественно вода какого-то там куска леса естественно куска природы если мы видим сверху верхняя верхняя маленькая фотография они сделали подлесок выполнили постами кто знает о том как косты 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 в общем это лиственные такие растения которые на зиму уходят весьма приходит это листочки декоративные листочки коста у нас если вы ее правильно посадите правильно подкормите но еще на самом деле правильной посадочной ямой все будет хорошо с ним вот что говорите ее даже подкормили а если бы я просто к тому что знаете если вы ее подкормите просто то она вам поляны быстрее сделает вот ну это сейчас это история про другое да по сути это вот какой-то любой сверх любая там придомовая территория но я думаю вы все с этим сталкивались знаете когда у нас у домовских у всех наверное такое было это засаженный ландышами помните ландыши разрослись 4 года их выкапывают по сути это та же самая тема то есть мы с одной стороны их выкапываем но если вот мое мнение да уже как уже там я говорю я с одного если их в правильном крыться правильное место по сути правильную возможно форму задать да может быть или даже просто закрыть полотном но это будет роскошная вещь ландыши отличная кстати очень благодатное растение в том плане что вы до осени получите зеленые ковры вот нижняя картинка это тоже такая история интересная это лазанна это швейцария это просто у дома кусок то есть они что синтезировали а у них там надо понимать нам посмотрите немножко убого да у них там вокруг очень много таких галечных это жневского озера галечных каких-то пляжей то есть там в той среде это смотрится знаете очень прямо естественно и тут растут сейчас я сейчас не помню то там цветет нарциссы цвели это вот куски просто нарциссов и очень смотки причем вот это не земля да это надо понимать конечно это цепана мелкая дать коричная которые они там понятно потому что это и нельзя такие на железкое озеро все это набрать ну образно говоря да наших условиях нам попроще вот поэтому и смотрится чудесно причем я посмотрела что там до этого голландусы цвели нарциссы зацвели после них там еще кто-то зимой тут морозники то есть это все меняется но это вся вот такая чудесная причем вот это весь квартал вот идешь и весь квартал как это сажит и причем смотрите вот у нас люди то есть это надо такой мне кажется чувство вкуса до иметь чтобы люди гонятся за какой-то такой французской красотой а здесь нарочито такой природная нарочито вроде небрежная как будто эти нарциссы выросли сами отцвели и вообще и заменитом никто не вхаживает за них вкладывается не как и вот это вот ощущение лёгко ты идешь живой застройки и вот эти вот а вокруг тебя вот этих вот кусков с нарциссами было просто миллион это ну конечно будет они невообразима такая штука вопрос то что конечно мы можем с вами это сделать и у нас но у нас же копают все у нас прямо я скажу как же они же соседние города там